От импульса к мелодии. Чтобы увидеть рождение звука, нужно приоткрыть деревянную крышку. При каждом касании клавиш оживают молоточки. Они бьют стальные струны. Звук проходит по чугунному лабиринту и усиливается резонатором из ели. Над этим пианино несколько месяцев работали десятки людей. Инструмент по-настоящему интернациональный. Резонаторы вырезали из дерева на чешском заводе. Механическое сердце сделали в Германии. Детали привезли в Тулу и собрали воедино на гормонной фабрике. Это первые в постсоветской России образцы фортепиано, сделанные не только в нашем регионе, но и во всей стране. В перестройку почти все отечественные фабрики по производству клавишных закрылись. Покупать инструменты стали в Чехии на знаменитом заводе «Петров». Кстати, корпус для тульского пианино предоставило именно это предприятие. Качество звука оценил певец и музыкант Дмитрий Маликов. Очень хороший инструмент. У меня еще особенные впечатления, потому что в моем детстве пианино, фортепиано, на котором я занимался, это был Петров. О дальнейших планах руководство предприятия рассказывает замминистра промышленности России Гульнас Кадыровой. Один из гормонных цехов сейчас освобождает под сборку. Потребность в инструментах, говорит Кадырова, огромная. Больше 80% клавишных в школах искусств рассыпается прямо под пальцами учеников. Только сборкой чиновники ограничиваться не хотят. Дальнейшие планы федерального Минпромторга – возродить в России производство. С одной стороны, мы обновим инструментами, хорошими, качественными. С другой стороны, мы дадим стимул нашим производителям создать такие производства совместно с коллегами иностранными, которые являются представителями хороших мировых марок. Развивать планируют и гормонное производство. Делегация правительства осматривает действующие цеха. В столярной мастерской царит абсолютная тишина. Здесь делают голоса – специальные планки, которые потом помесят внутрь гармонии. Звук опытные мастера проверяют без приборов, на слух. У машины звук один и тот. А тут у каждого разный тембр. У каждого разный ученичка. И тембр получается двоя на разный. Ученики у вас есть? Нету. А никто не идет учиться. Региональные власти предлагают искать учеников в музыкальных колледжах и отдавать под руководство опытных наставников. А еще в планах сделать пианино тульской фабрики брендом региона, как гармонии и баяны. Анна Степанова, Алексей Чичевадзе, Первый Тульский.